Вечерный дом 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 И я не знаю, почему авторы передачи назвали это монолог «Счастливой женщиной», но Катя вернулась к этой теме в своем последнем в жизни интервью 19 сентября, которое у нее взял Аарон Каневский для американского телевидения перед ее отлетом из Нью-Йорка. Вот посмотрим второй отрывок. Он спросил ее о ее болезни. Я думаю, что болезнь, есть разные предположения болезни, может быть, кто-то считает, что болезнь – это наказание за что-то, болезнь – это испытание. Я могу вполне предположить, что это наказание, но только я не понимаю, почему оно такое жестокое, потому что ничего такого уж ужасного, на мой взгляд, я не сделала. Поэтому я сделала предполагать, что это не наказание, а это испытание. А у нас в жизни очень много испытаний, и никто не знает, какой лучше, какой хуже, какой тяжелее. Это для каждого индивидуально. Испытания, например, богатством, славой, властью, просто браком – тоже все испытания, это просто. Потому что всегда есть какой-то баланс все-таки в мире. И если какой-то я сейчас в своей нынешней ситуации убедилась в том, что огромный моральный ущерб я принесла в своей нынешней ситуации, но я получила огромнейшую моральную компенсацию. Вот, то есть обязательно бог дал, бог взял, и бог взял, бог дал. И тут ничего с этим не сделаешь. Это у меня была всегда счастлива. В первом отрывке вы видели Катину дочку, Катю Рубаку, дочь Кати и ее мужа, театрального режиссера Валерия Рыбакова. И Катя связывала начало своего творчества с рождением дочери. Она говорила, что в 1982 году с годовалой дочкой поехала отдыхать на юг, и там ни с того ни с сего написала за месяц 40 песен. И с этими песнями она прошла творческий конкурс в Литературный институт, поступила в семинар Льва Ашанина. Катя рассказывала мне, что самым интересным педагогом в Литературном институте тогда был Станислав Джимпин. И он был одним из рецензентов у нее на защите диплома. Вторым рецензентом была Юна Морец. Она рассказывала, что он очень интересно говорил о Катинах песнях, и она даже это сразу записала. Но уже когда ее не было, я нашла эти записи в ее рабочей тетради, и просто кое-что я вам оттуда прочитаю, что он ей сказал. Поразила и восхитила смелость, шаг с крыши с абсолютной верой в то, что полетишь. То, что вы уже создали, имеет высокую ценность. То есть вы создали такие ценности, которые уже остались, даже если вы сегодня умрете. И разговор, видимо, происходил в 88-м году, перед защитой диплома, то есть до того, как были написаны многие из ее лучших песен. Поразила песня про поколение. Чтобы описать в таких коротких, чеканных фразах так точно все то, что происходило за 10-20 лет, для этого нужен только талант. Ничем другим этого сделать нельзя. Послушаем сейчас песню про мое поколение. Эта запись была сделана на концерте в 89-м году в ВТО. Еще одна такая серьезная песня. Называется она «Песня про мое поколение». Я, знаете, как в один прекрасный день поняла вдруг, что я отношусь к какому-то поколению. Меня эта мысль поразила. Я поняла, что я отношусь к поколению 70-х. Ну, наверное, вам понятно, что это значит. То есть, так сказать, наше поколение сформировалось в годы, так называемые, махрового застоя. И вот теперь от нас ждет, чтобы мы и делали, собственно, для перестройку. Ну, вот я не знаю, как это противоречие разрешить, но я взяла на свою такую же милость высказаться от лица своего поколения. Я надеюсь, что, я думаю, что среди вас, может быть, кто-то найдется. Значит, моего поколения, если нет, то, по крайней мере, будут зачувствующие. Семидесятых поколения. Какое время без временья, какие чувства сожаленья, а как зовут нас население? Достались нам они обноски, вставная челюсть на прористоске. Пятидесятых отголоски, шестидесятых подголоски обозначены сроком. Между Битлокс и Роком, между Шейком и Брейком, между Кенди и Рейганом, Между Ложью и Правдой, меж Кабулом и Прадой, Между Хиппи и Банками и всегда между танками. Семидесятых поколения, как отцаревшие боленья, И ни горенья, ни гниенья, а так застойные явления, Смирившись ни во что не лезли мы и пережили двадцать лет зимы. Заиндевевшим, каково теперь согреться в нынешнюю оттепель, Обозначены сроком, между Битлз и Роком, Между Шейком и Брейком, между Кенди и Рейганом, Между Ложью и Правдой, меж Кабулом и Прадой, Между Хиппи и Банками и всегда между танками. Уже никто не ждет волненье, что скажет наше поколение, А должен быть как раз сейчас наш апогейн, наш звездный час. Тридцатилетние подростки, у нас лишь планы до наброски, На нас взирает, как на взрослых поколение девяностых. Обмануть себя просто, нет потерянных спросов, Только совесть вопросом прорастет сквозь булье, И душа на мгновение вспыхнет, как рентген. Тут не спишешь на время, прозевание свое. А теперь мы перейдем к живому исполнению Катиных песен. Дуэт Тани Задорской и Кати Нихаевой «За не», Который многие из вас знают. Это желанные гости многих слетов авторской песни и фестивалей, Лауреаты многих фестивалей, в том числе Грушинского. И Катя Нихаева первая начала широко исполнять песни Кати Яровой Еще в 2000 году, и сделала ее диск. И вот сегодня он есть. И какие-то песни с этого диска мы сегодня послушаем. Ну вот одна из ключевых отвлекательного творчества песня. Я снова вхожу в эту реку. Я снова вхожу в эту реку. За старым названием «Любовь». Зачем это все человеку? Зачем кипятить свою кровь? Но в этой реке искупаться, как будто грехи искупить. Лишь только теченью отдаться, отдаться теченью и плыть. Зачем так страшна и прекрасна советная песня души? В ней ноты с фальшивить опасно. Ее заглушать трудно праздно. Как плавно рукой затушить. Я снова скажу в этом море. Со старым названием «Жи». Где волны несчастья и горя Так хрещут, что только держись. Я бьющую руку целую И к ней преподаю щекой. От боли пою «Аллилуйя». Мне в пусть высший покой. Пред этой жестокой стихией С немым восхищением стою. И я подвозвещаю стихией Все жертвы иные плохие И в песне восторга пою. Я снова вхожу в это небо Со старым названием «Душа». С вином и с горбушкой хлеба Туда-то войду я спеша. И это святое причастие Дает ощущение мне Причастности к жизни и счастью И света в промытом окне. И море, и небо, и реки И жизнь, и душа, и любовь Заядут в узел навеки Не в силах его человеки Распутать он свяжется вновь Распутать он свяжется вновь Я снова вхожу в эту реку Вхожу, река это в море Вольется в море А море сливается в снег Вливается в небо Я прочитала когда-то в письме Пушкина Канни и Керн Что он написал ей Что у них обоих Сильно развитый орган полета Меня поразили эти слова И эти слова в высшей степени Относятся к Кате У нее тоже сильно развитый орган полета И мы послушаем сейчас одну песню Где это отражено Да и меня настигнет осень Да и меня настигнет осень Тягучим шелестом листвы И как траву дождем подкусит Загасит все мои костры И будет жизнь воздушным шаром На тонкой ниточке висеть С моей гитарою на пару Нам оторваться и лететь В ушку судьбы мне не удастся Втянуть любви в золотую нить И над огнем ее прекрасным Мне только крылья оболить А год последний песни смолкнет Но вы узнаете меня По сумасшедшей рыжей челке Опавших листьев и огня Спасибо, Катя У Кати Яровой Есть несколько стихотворений И песен Где она размышляет О своем творчестве В частности, вот стихотворение Я знаю это как стихотворение Но на самом деле, наверное, это песня Чем уберечь себя от стрессов Как не писание их стихов Есть такие строфы Но вот за стиркой, как ни странно Или за мойкой у полов И с тонкой, слабенькой гортани Я слышу, чую нарастание моих стихов И их мучительная рота Я принимаю каждый раз Я повитуха, кто угодно Я мать преступница Уродов выбрасываю в унитаз И вот сейчас мы послушаем одну песню Песню Церцей История создания, которая такова Катя рассказывала Вот когда она с этой маленькой дочкой Отдыхала на юге Она не смогла достать билеты В Москву на нужный день И они застряли в какой-то деревне На пару дней И у Катечки вечером начался поднос И к утру Катю ждали Восемь хозяйских простыней Восемь пододеяльников Которые ей нужно было отстирывать И вот она четыре часа Стояла над корытом А когда разогнулась Была готова песня Песня Церцей Церцей и Кирки Это два названия Одних и тех же персонажей Ваши жёстны прекрасны Вам верны и рожают детей Но для них мы опасны Мы мужчин превращаем в свиней Мы царицы Церцеви Мы в свиней превращаем мужчин Со времён Одисселия Несмотря на их возраст и чин Мы бессмертны и вечны Нам чужая беда, не беда Ведь и любовь быстротечна Только страсть в дефиците всегда Пусть печалятся жёны И рыдают под градом измен Мы свершаем законный И естественный тело обмян Мы прекрасные кирки Наш худел, новизна и любовь Ваши радости стирки Детский плач и натирка полов Мы царицы Церцеви Но от нас темноту и в ветер Все же бегут Одиссели К своим жёнам в святую постель Такая письма и стихи Рождались не только за стиркой И за мойкой у полов Но и за подметанием улиц Так Катя когда-то на субботнике Подметала Творской бульвар И когда она его подмела Была готова к песне Я в городе моём порядок наведу С домов смахну я пыль И листья подмету Я стены повелю И выретрю листы А потолок оставлю голубым А потолок оставлю голубым Я вывою стволы Из тени постерну Я причешу траву И лужи подогру Подрежу облака Чтоб с них стекла вода А птицы как прищепки Сидят на провода А птицы как прищепки Сидят на провода Порядок навела Я в городе моём Жил площадь площадей Пробыла я дождём Все думают, что я Субботник провела А это просто-просто Пусть и я тебя ждала А это просто-просто Пусть и я Тебя ждала Аплодисменты Наши знакомства С Катей Яровой Произошло в 90-м году Нам просто принесли Послушать её кассету И она произвела на меня Такое впечатление Что я решила устроить Ей концерт у нас дома Хотя никогда в жизни Этим не занималась Ну и вот Катя у нас Выступила В том числе Она пела песню Она говорила Что это премьера Песни То живое В доме этом То живое В доме том Которая была Незадолго Для этого До этого написана Когда она Лечилась от рака В англористе Не сочувствится Послушаем Ну это просто Гимн всех Бардов и Бардесс Прямо В языках То живу я в доме этом То живу я в доме том Очень трудно Жить поэту Не имеющему дом Засыпаю и не знаю Где очухаюсь с утра Просыпаюсь, вспоминаю Просыпаюсь, вспоминаю Где заснула я вчера По чужим домам Кочую Дни один десяток лет Где ночую Я не плачу За топлив И свет За собой Посуду мою Даже Вынесу В ведро Я с гитарой И с сумою Я с гитарой И с сумою В самолетах И метро То живу на свете этом То живу на свете дом Но вопроса Где-то нету Где же все-таки Мой дом Вижу ангела в халате Я у Бога на весах То ли я еще в палате То ли я еще в палате То ли уже на небесах Я ношу себя по свету И не знаю я при том Что живя на свете этом Я сама себе Свой дом А во мне душа бездомна Вогостит И сгинет след По счетам плачу огромным По счетам плачу огромным За ее тепло и свет По счетам плачу огромным По счетам плачу огромным За ее тепло и свет Ката выступила у нас Концертом в воскресенье На следующий день она уехала Предварительно мой муж записал На кассету еще какие-то Ее новые песни Во вторник утром я поехала на работу Поставила кассету и услышала Песня для Танечки И она пела вот эту песню Которая мне так понравилась В общем я приехала на работу В состоянии эйфории Я работала тогда в General Electric Plastics И мне сообщили Что меня увольняют с работы Тогда начиналась очередная рецессия И у нас пошли большие сокращения И я попала под сокращение И Ката с которой мы сразу подружились Очень за меня переживала Утешала И она мне сказала Что ничто в жизни не случайно Может быть Танечка вас уволили для того Чтобы вы сделали что-то такое О чем вы еще сами не знали Ну и как жизнь показала Да, что меня уволили для того Чтобы я написала о ней статью Потому что тоже Хотя я никогда этим раньше не занималась Но меня просто Ну я знакомила многих с Хатинами песнями Помогала организовать концерты И я видела, что люди иногда знают песни Но думают, что их написал кто-то другой И я испугалась, что эти песни кто-нибудь просто присвоит А поскольку у нее нет ни книги, ни пластинки И нет статей о ее творчестве Кто-то обязательно должен о ней написать Ну в общем все пообещали Никто не написал В результате я написала сама Ну и как только я закончила статью Мне предложили работу В фирме, где я раньше работала Натребовался заблава И они мне предложили эту должность Ну и я думала показать эту статью Кате Когда она к нам должна была приехать С очередным концертом Но она заболела Концерт отменили В мае она с мужем Она вышла тут замуж за Сашу Байнера Тоже Барда Они уехали в Москву И она так и не увидела статьи Я работала, статья валялась И вот летом я получаю от нее письмо Где она пишет, что в Нинградской газете Час пик Появилась статья Но правдом на душа осталась в России Где речь идет о какой-то женщине-мигрантке Из Нью-Джерси И ей приписываются Катины песни Цитируются Катины песни И то, чего я боялась Произошло И Катя просила меня Прислать эту статью В общем, что публикация этой статьи Помогла бы ей Я отправила ее в Парижский континент И в Новое русское слово в Нью-Йорке В то время это были такие самые читаемые И прогрессивные периодические издания И те и другие ее напечатали Ну вот, ну а потом так получилось Что я продолжала писать и о Кате И не только о Кате Вот, потом вышло так Поскольку я много занималась Все, что она писала Она присылала мне тогда И так получилось тоже Что я взяла на себя основную работу По подготовке ее сборника Стихов из музыки и слов Вот, ну и участвовала тоже В подготовке избранного И ее песен на трех дисках Ну а теперь вот еще и написала воспоминания Ну вот, и Лев Ашанин Его миниатюра включена в сборник Он был Катиным руководителем Поэтического семинара Написал там Я видел людей в американском городе Бостоне Которые после встречи с Катей Не устают собирать ее поэтические Музыкальные записи Обмениваясь ими друг с другом Ну и в первую очередь Он, конечно, имел в виду Эллу Горлову Которая помогала Кате Организовывать концерты Уже после ее смерти Провела несколько радиопередач Очень много сделала Для сохранения Катиного наследия Я пишу об этом в книге Ну и вот Элла нам скажет несколько слов Элла, вам нужен микрофон? Ну, я могу Тогда вы можете подойти Можно поменять? Ну, ничего Здесь будет, наверное, удобно Так лучше Так лучше Слышно, да? Нет, нет, для меня хорошо, да Так хочется много сказать И так мало времени Но о Кате можно вообще говорить бесконечно Просто бесконечно Но то, что вот рассказывала Таня Это просто один к одному Как было у меня И как я познакомилась Но только потом разные у нас были Так сказать, каждый свой вклад Я тоже была без работы И, значит, нас уволили всех из Сонт-Лебсера Я себе тихо, так сказать, сидела дома Рассылаю резюме по разным безнадежным местам В это время мне позвонил один бывший сослуживец Который был в Калифорнии И сказал, что вот у них там сейчас выступает Замечательная такая бард Катя И вот она собирается на восточное побережье И может быть поедет в Нью-Йорк И может в Бостон, если ей устроят какой-нибудь концерт Ну и я говорю, что это, конечно, я с удовольствием Но пусть она хоть для рекламы что-нибудь пришлет И Катя прислала вот студийную запись Которую я... Это магнитофонная запись Я ее храню, как зенец Ока И старый магнитофон для этого И я поставила прослушать Ну, это, знаете, просто вот как удар Вот на полном ходу ударили меня в грудь Я остановилась, дальше было так Я эту кассету поставила в машину И все, куда я ездила, она у меня укрутилась До умопомрачения Я выучила все ее тексты Ну, конечно, я ответил ей, что приезжайте Мы что-нибудь обязательно сделаем Я договорилась, если вы помните Светлой памяти Маргариты Ивановны Фриман Я договорилась, что вот в ее замечательной гостиной Это будет ее концерт Все было на мази И вот день назначенный, когда я должна была встретить Катю Поехала на автобусную станцию И, к своему удивлению, встречали трех человек Я забыла фамилию этой Ларисы Ларисы Шенкер Шенкер, да, да Вот, отвратительная женщина Она ее, так сказать, перехватила И считала своей полной собственностью Поскольку она заплатила за билет И на меня посмотрела с ненавистью и подозрением И, что я такая, кто Ну, в общем, что она уже договорилась И концерт ее должен был состояться В нашем, помните, Хибрукович, когда он еще был в Бруклайне И, значит, там хороший большой зал И, ну, она, конечно, ничего не сделала для рекламы А Катю тогда, это был, значит, 90-й год Ну, никто не знал Я, конечно, бегала, махала руками Там всем говорила Но этого было недостаточно И, в общем, на этот концерт пришло, ну, может быть, человек 30 Это ужасно было Но мы быстренько, так сказать, организовались И вот Марка Карповского сегодня нет Но мы, значит, у Марка Карповского был И его жены в их доме был концерт И, конечно, у Мули И это был невероятный успех Правда, вот эта Лариса Шенка Она приехала еще с мимом И в концерт включили какого-то, значит, этого мима Он же акробат Зачем? Непонятно Но она сказала, а вдруг, вот, для привлечения публики Ну, Катю не надо было, конечно, ни с кем не смешивать Она отдельный, абсолютно алмаз Который вообще только не нуждается в никакой оправе Это все Но, в общем, с большим трудом уговорили, значит, эту Ларису, Катю оставить И она прожила у нас дома вот пять незабвенных дней Это был такой подарок судьбы Я говорю, что я не могла прийти Вот каждый вечер там, ну, мы там разговаривали Потом все укладывались, значит, оно ходило в свою комнату А я садилась за компьютер все записывать Ее все эти изречения были Ну, они у нее произносились вот как будто непонятно откуда Что по любому поводу Ну, она рассказала свою жизнь Она что в ней... Она уже прошла в это время лечения Но она об этом мне не рассказывала Это я узнала все потом Но она была тяжело больна Она во всем находила как-то невероятную жизнестойкость Стойкость, оптимизм И такой какой-то лучезапность во всем ее Вообще, когда я ее увидела Ну, вы видели здесь ее на телевидении Но их тоже было ей такое незабываемое впечатление Вот она привыкла к кочевой жизни И когда она приехала на несколько дней в пост У нее была вот гитара и маленькая такая дорожная сумка В которой, значит, очевидно, все умещалось, что ей нужно Одета она была, я даже помню, значит, такие кожаные Такие сапоги высокие, брюки, знаете, сапоги И как коротенькая курточка Но главное вот ее лицо, ее голова Вот эта сумасшедшая рыжая челка Которая Шанин пишет И зеленые глаза Совершенно такие восточного разреза Необыкновенная обаятельная женщина Вот я говорю Она влезалась в память Вот такое лицо совершенно невозможно было забыть Ну вот потом она Она писала очень много таких экспромтов Таких между дел Но они не вошли, по-моему, в книжку ее там, например Она говорит Нет, у вас есть свои воспоминания Да, да, да А, да Значит, записки в очереди У всех больные Матерью, значит, у всех больной Кто не записан У всех больная мать Кто не записан в очередь, того не пропускать Ну вот какие-то стихи вошли Освободите наш топчан Это пляжные зарисовки Здесь топчаны для свердловчан Вот Потом она, например, говорила Такой, значит, про мужей Она очень всегда, так сказать, с издевкой У нее было четыре мужа Ну, пять даже, да Это Саша, да, да Ну все Пятый это уже, так сказать Ладно, не будем вспоминать его Но она говорила Мужей было четыре тогда, на тот момент Но надо помнить, что каждый следующий хуже предыдущего Ну, в общем, я не видела ее Но один из ее мужей Замечательный человек Это Александр Минки Я закончу, потому что большая программа еще Это интересно Да Ну, много таких мелочей, которые она рассказывала Так сказать, между... Я даже сейчас посмотрю, чтобы не тратить время Я быстро скажу Там, в конце Она, значит, мой муж ей что-то такое сказал Говорит, мне вас получили Я за вас отвечаю И поэтому я вас там на машине куда-то повезу Она хотела сама идти Она говорит Ну, если вас поручили Меня вам поручили То вы поручик Яровой А тут все выпалило Вот, потом, наверное, она говорит Ну, значит От стихи о советской действительности О женщинах Она, значит Всем поэтам Мне там вот эта самая Поэма Некрасова Очень подходила Она написала так Малярит, латает, стирает За плугом идет в борозде И северный ветер играет Он несколько занес нам песен, да Помните? Вот она пришла на эту землю И она ненадолго С ее песнями И какое-то ее умение Никогда не опускаться вниз Она из любого положения Выходила как из пике вверх И всегда заканчивала Он какой-то очень высокий Оптимистический ночь Это тоже отдельный талант В общем, светлая ей память А Таня, вам огромное спасибо Что вы несете по миру Спасибо, Эллочка Я хочу Вы можете Почитать Я написала Воспоминания Они есть на сайте Катаряровая.ком Там вообще есть много материалов В том числе Короткие воспоминания Разных людей В нашем сайте В том числе И воспоминания Элы Я надеюсь, что Элла Расскажет еще один Такой волну Значит Ну я знаю Это от Эллы Что Катя Рассказывала Как она давала Ну ее попросили Дать концерт В КГБ Ну и Дать шефский концерт То есть бесплатно И она сказала Значит я могу Теперь всем говорить Что я шеф КГБ Так что вот так Ну и У Кати Были Политические песни Очень острые Именно поэтому Евгений Евтушенко И назвал свою статью Они Певшие от имени Молчащих Так смело Никто тогда не пел Вот Ну и Множество лирических песен Самых разнообразных Ну вот Когда Началась перестройка Гласность И все такое То Все вокруг Менялось И Катя писала мне Много об этом В письмах Я цитирую Ее письма В книге Вот из одного Письма Я хочу прочитать Вам отрывок Все разрушается Экономика Экология Связи Отношения Представления Иллюзии Этс Этс И это В общем Я думаю Процесс Нормальный Я по-прежнему Совершенно Ничего не пишу С марта 91-го года Не написала Ни одной строчки Не пою Не выступаю Пропало Желание Писать Петь и выступать У меня У меня Такое чувство Что мне Нечего Сказать Ощущение Что многие Мои песни Устарели Не только Политические В общем Я не знаю Время Покажет Пока Чтобы не терять Время Недаром Беру уроки Гитары На всякий случай Впрок Не помню Говорила Или писала Беру еще Уроки танцев Три раза в неделю Все теперь Смеются Надо мной Раньше Говорят Ты пела А теперь Танцуешь Беру уроки Маникюра Педикюра И макияжа Это для того Чтобы хоть Как-то Прокормиться В Америке Буду Брайтонской Маникюршей Вот А После ГКЧП Вскоре После этого Она устроила В АПН Публичные Похороны Своих Политических Песен И Говорила Об этом Свой следующий Приезд Но тем не менее Какие-то Песни Она продолжала Петь Потому что Они Не устарели И вот Одну Такую Песню Мы сейчас Послушаем А что Такое ВПН? А Печать И ВПН Ну это Вот Из цикла На смерть Вождей А я И Вот Попыт Зачем Это был Сюрприз А Ну я Не скажу Товер Ночью Смерть Царит Меняется Россия Остается Такой Была Безропотной Ищи Нигде Другой Такой Страны Не сыщешь Что Над собой Громче Всех Смеется Привяжет К флагам Траурные Ленты Оркестр Праздничный Замит Похорону А Послезавтра Вновь Аплодисменты За Обещания В новой Речи Тронной Бог В помощь Вам Ваш Новый Наш Новый Повелитель Метла Токовая Да Только Мусор Старый Все Те Хищники Лишь Голоднее Стали Бог В помощь Вам Наш Новый Укротитель Какими Будут Ваши Влечения Людей Левежать Или На грудь Медали Или Женовы Найдете Развлечения В России Выдержат В России Все Видали Эта песня была написана в 2002 году и называлась она «На смерть Брежнева» и стыкла «На смерть вождей» Она не знала, что это будет Да, она не знала Они продолжали умирать и она продолжала писать песни Катина жизнь с первой большой потери в детстве ухода отца была богата на разлуки и потери Сейчас мы послушаем две песни Одна это как предчувствие разлуки а вторая это уже после того как разлука состоялась Не упускай меня сквозь пальцы как песок Сам не заметишь как окажется пустом Ладонь дворя и в телефоне голосок затихнет от непонимания пустом Не выпускай меня из вида не впускай в себя сомнения я жива я жива еще жива пока мы живы зазвучат слова пускай слова твои слова любви мои слова не упускай меня сквозь пальцы так что будет завтра я не знаю а пока пока ладонь твоя полна и голосок трепещет в трубке просто здравствуйте пока пока целую как дела сегодня дождь а завтра снег а послезавтра леска и телефонная и телефонная необъяснимо ложь но все же она смелей мне правда во сто раз ты говоришь сейчас не время подожди не усомнюсь сегодня в мудрости твоей но завтра могут хлынуть новые дожди из новых песен новых лиц иных людей не упускай меня сквозь пальцы как песок не упускай меня сквозь пальцы как песок не упускай меня сквозь пальцы как песок Песня про развод Посмотри, как уходят другие Мужчины Оставляют квартиры жене и машины Ну а ты утащи в наше кресло качалку И подушку с матрасом и даже мочалку Ну а ты утащи в наше кресло качалку И подушку с матрасом и даже мочалку Вот какой все же мелочный ты оказался Даже вот от подушки ты отказался Был бы в доме котенок, собрал бы котенка Все ты взял, оставил мне только ребенка Я тебя подарила московской пропиской Ну а ты не оставил мне даже записки Мне не жалко мочалки, ну черт с ней, с мочалкой Не души твоей мелочной Вот чем жалко Жалко АПЛОДИСМЕНТЫ Как ты говорила, что после этой песни Некоторые у меня спрашивали, а что правда мочалку унился И она поэтому предупреждала, просила всегда не путать ее с ее лирической героиней Поэтому я снил на подушку Я получала множество песен от людей с просьбами, вопросами И вот я просто прочитаю выдержки из одного письма Которое я получила из Сибири от Хвостенко Валерия Ивановича Он писал Так получилось, что в начале этого года я открыл для себя нового потрясающего автора Катю Яровую И с тех пор не могу жить спокойно Потрясающие силы лирика, колдовской голос, неодолимое обаяние личности Только этой весной мне друзья по цепочке Иркутск, Серпухов, Красноярск Прислали несколько Катиных песен С тех пор всех замучил Кати и сам покоя лишился Ну и вот вы видели сегодня перед вами такого человека Это я и Элла И вот сейчас мы увидим еще одного Володю Браве, которого многие из вас знают Именно благодаря его интересу Кате мы с ним и познакомились Володя автор статьи о Кате, которая включена в книгу моих воспоминаний Участвовал в телепередаче о ней Ну и сам творческий и пишущий человек Может быть некоторые из вас знакомы с книгой его стихов и прозы Володя, пожалуйста Спасибо, Танечка Добрый вечер Я просто буквально долго не загяжу Я хочу вас успокоить, что я не мим и не акробат Танечка мне написала, что я буду выступать сразу после песни о разводе Я ехан и повторял Ты выступаешь после развода Развели, я вышел Ну, прежде всего я хочу поблагодарить Вообще концерт должен был, когда сегодняшняя наша встреча должна была бы состояться, конечно, 12 апреля Потому что мы находимся в семье Гагарина Нет, не там, ладно Зачем ты мой? Нет, да Он слабая, когда Ну, что я хочу сказать Я хочу сказать, что, конечно, моя встреча с Катей была такая Она была, увы, заочная Я никогда ее не посчастливал с ней увидеться Но это было на вечеринке в Нью-Йорке Поставили кассету И вот раздался голос Она пела Я сейчас не могу исполнить какую песню Но я вот сразу же с первой песни Я стал спрашивать Кто это поет? Ну, тогда ведь, так сказать, интернета не было И Ютуба не было Ничего этого не было И тот, как никто даже и не знал, кто это И в конце концов, кто-то мне сказал Это вот Катей Раве У меня понятия не имел, кто это Но был потрясен просто совершенно ее песнями И потом начал заниматься поиском Информацией о ней Вообще узнать что-то Кто, где, как достать ее как-то в записи И ничего никто не знает Абсолютно никто ничего не знает В итоге Приехал мой друг, теперешний очень близкий Профессор Игорь Шаронов из Москвы Прибывать в опыне в университете И я говорю, Игорь, вот так и так Я не могу ничего узнать об этом человеке Я очень хочу Ну, Москва же все-таки наверняка Там-то уж точно Игорь говорит, я тебе обязательно все узнаю И он уехал когда И он мне написал, что Или позвонил Я помню, что и сказал, что Ты знаешь, я был на рынке На базаре Там есть такой базар в Москве Я сказал, как он называется Гарбушку И там все есть Просто все Там можно идти И там никто не знает И там ее записи нет И так случилось совершенно такое чудесное совпадение Что Игорь знал профессора Софью Лубенскую Правильно я сказал, да? Которая преподавала Она преподаватель была Сунья Огонь Она преподавала Лингвистикой Да, лингвистика И Софья Лубенская Познакомила Игорь сказал, что Вот у меня есть друг Который ничего не знает Не может найти Ничего Аркати Яровой Он очень ищет Не может ничего найти Я ничего не мог найти в Москве И вот оказалось Что Софья Лубенская Знает Таню И она нас познакомила И вот с тех пор Это было наше знакомство Именно из Аркати И потом она переросла В долголетнего же друга Потому что уже сколько? Лет 30, наверное, прошло, да? Ну меньше, но Меньше Ну много Много, 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 да Много Очень много Да, очень много Ну и, конечно, что я хочу сказать Я хочу сказать, что О Кате Знать очень мало Увы Это было очень печально и грустно И вот Благодаря Тане Благодаря ее Настойчивости Благодаря ее Терпению Потому что это очень большая работа Колоссальная Она проделала Классальная работа Все было на моих глазах По сохранению памяти О Кате Она старалась, чтобы они узнали Как можно больше людей Ей это удалось Потому что сейчас Катю уже знают Очень многие люди И здесь И в России И не только, наверное, в разных странах И, конечно, Танечка Тебе большая благодарность за это За то, что ты это сделала Потому что Знаете, я скажу, что Я Сколько бы я ни стирал белье Не подметал улицы И что-то еще не делал Я никогда в жизни не напишу так Как писала Катя Это невозможно Это невозможно Поэтому, конечно Конечно, это потрясающе Это замечательно, что Она есть в наших сердцах Она жива И то, что Ее дочь Катя Рыбакова Младшая Катя Продолжает Заниматься Она поет маминой песни Да, мы будем еще об этом Да, мы будем еще об этом Наташа не будем говорили Хорошо Вот, и я хотел просто сказать Что Что Это Действительно Был совершенно невероятный человек И потрясающий автор Да, спасибо, Володя Я хочу сказать, что Статья Володя Очень хорошая Она такая Очень личная И в то время Хорошо знает Ее творчество Вот Ну, а сейчас Объявляется перерыв Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому